Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ведущий Александр Гурарье и мой постоянный собеседник Цви Маген, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, офицер военной разведки. Здравствуйте, Цви. Здравствуйте. Появилась надежда на то, что будет ситуация разрулена мирным путем. Правда, не совсем понятно, что же будет с курдами. Как вы считаете, первый мой вопрос, насколько жизнеспособно это соглашение. Оно достаточно скоропалительно было принято, но, в общем-то, с другой стороны, тянуть тоже нельзя было. Шесть часов, как сообщает пресса, длилась встреча между президентом Эрдоганом и президентом Путиным. Итак, соглашение достигнуто. Насколько оно жизненно? Ну, немного истории, иначе не разобраться. Это соглашение, фундамент его был заложен Соединенными Штатами. Несколько дней до этого руководство за вице-президента и, конечно, там министр странных дел и нацбесы приехали в Турцию договариваться с тем же Эрдоганом после того, что он начал свои там активные действия в северной части Сирии. Мы договорились о прекращении, ну, о прерыве, якобы, временном прекращении огня, но речь идет практически о прекращении всей этой операции. И было соглашение по этому вопросу, поэтому то, что произошло в Сочи между двумя президентами, это уже продолжение. Оно началось как раз на момент конца предыдущего соглашения, и это уже развитие, а не начало. Это первое след запомнить, потому что Соединенные Штаты, правда, якобы выходят из Сирии, но они этим самым присутствуют в какой-то мере. Само соглашение между двумя президентами, потом я с ними обозначение, но оно подразумевает, что на данном этапе прекращаются военные действия. Турки получают свои 32 километра в глубину Сирии, в глубину курдского анклава, в какой-то мере, на протяжении практически всей границы. Корды почему-то уходят, оставив все, что там у них было, есть. То есть они расставляют практически свои населенные пункты? Да. И базы, и все это. И куда они уходят? Подробностей не скажем. Говорю о чем соглашение? О соглашении, потом понятно, что они уходят, это проблема, да? И Сирия тоже довольна, значит, режим Асада присутствует, он не участвует, конечно, в переговорах, его уже не спрашивают. Но в какой-то мере, напоминаю, что до этого момента, в последнее время, заявил о том, что неприемлемо то, что происходит с турками, он готов вести военные действия против Турции, обозвал их нехорошими словами, было это тоже. Даже подтянул войска к границе. И не только подтянул, пошел на боевые контакты. И получалось тут, что надо как-то это разрулить, и действительно есть у каждого свои хорошие причины, потому что, в конце концов, получается, что Турция захватила часть, или пытается захватить часть сирийской территории. Асад турок не любит, и это очень взаимно. И они пытаются реализовать свои чаяния по отношению к Турке, по отношению к Сирии. Но Асад курдов тоже не любит, которых турки тоже не любят. И получается, что, вы знаете, не так уж хорошо, что турки присутствуют, считает Асад, но еще лучше, если мы курдов там загоним в какой-то угол и укротим их пыл, потому что они намерены создавать свою, как минимум, автономию, а нам, сирийцам, это не гоже. И если туркам, естественно, не гоже, потому что они как раз это основная причина их вторжения на данном этапе. Хотя идеи у них гораздо шире, но, в всяком случае, они как минимум не готовы предоставить эту возможность курдам. Получилось, что между всеми тремя надо было договариваться. Соединенные Штаты не договаривались. Соединенные Штаты договорились с турками, что надо прекратить этот поход, а что дальше не было принято решение. Но было понятно, что надо будет разруливать, и получилось, что президенту Путину пришлось это реализовывать. Тут появляется миротворец на белом коне. И он начал выяснять отношения между тремя. То есть курдами, сирийским режимом и Турцией. Результат это соглашение, есть результат. В результате этого курды отказываются от своих, не скажу претензий, но скажут о своих позициях, отказываются от своих, во всяком случае, на данном этапе своих автономных идей. И они соглашаются на присутствие сирийского режима, сирийской армии на своей территории. Это сдача позиций. Турки, естественно, получают, нет продолжения боевых действий, потому что всю территорию получили теперь бесплатно. В смысле нет. Но они как бы ее не совсем получили. Это получается как бы зона безопасности, куда будут заселяться сирийские какие-то странные беженцы. Да, к тому, что получили без боя, сдали им без боя, это я имею в виду. И сдали без боя, и это не само собой румеющийся факт, и турки выигрыши в этом отношении. Сирия тоже негоже воевать с Турцией не так просто для сирийцев. Это вообще моська и слонка. Не так, не так. Сирийская армия тоже существует, и россияне там что-то попытались возродить заново, а там что-то есть. Турецкая армия – это крупнейшая армия НАТО. Не будем про это. Можно по-разному рассматривать эту турецкую армию, но допустим... Мы как-нибудь рассмотрим в другой передаче. В другой передаче. Но получается так, что курдская проблема снята с повестки дня, поэтому и туркам, и сирийцам это нравится на данном этапе. Соглашение подразумевает этот вопрос, и подразумевает следующий вопрос тоже, а что будет с Сирией. А с Сирией не все так позитивно, потому что практически это означает, что начался раздел или передел в Сирии. Если Турция занимает определенную территорию, у кого? В конце концов, у сирийского режима. Не важно, курды или без курдов, то у Сирии проблема, кто когда ему это вернет. Это его территория. Это одно. Остальные игроки в этом регионе тоже пристально смотрят и выжидают. Вот так нервно куря в углу, например, Иран. Я про других не говорю пока. И получается, что тут не все понятно, поэтому в этом соглашении учтено, в самом случае, это позиция России. Посмотрим, чего она стоит в будущем. Но позиция России, что в будущем все иностранные военные вооруженные силы уйдут из Сирии. Все уйдут, включая Турцию почему-то. В этом соглашении фигурирует. И все будут радеть или бороться за, так сказать, целостность этого государства. Вот так, этими словами. Сирия не будет ее делить, не будут у нее рвать территории и не будут там присутствовать. Все довольны разойдутся по домам. Якобы. Но это присутствует в этом соглашении. Теперь, что на самом деле там происходит? Турция, в конце концов, получила то, чего добивалось без боя. Конечно, это стоило нервовым и сирийцам, и россиянам, потому что все не так просто. Они теперь гарантируют результат. И они согласились присутствовать в этой полосе безопасности, якобы. И проводить свои патрули совместно с турками. Они обеспечивают порядок. Мой следующий вопрос предполагался, насколько реально может Россия повлиять на эту ситуацию, на то, чтобы курды, во-первых, ушли оттуда, а во-вторых, чтобы поддержать эту ситуацию. В военном отношении она не может. Там только военная полиция будет. Это не военная, это не вооруженная сила. Это так, символически. Но есть договоренность. Значит, с курдским руководством было договорено, что они не будут сопротивляться. Иначе, как сказал Песков, по ним пройдет каток турецкой армии. Иначе пройдет каток турецкой армии тоже. Все прекрасно помнят, кто такие курды. В конце концов, все не так просто. Курды не сумели завоевать или достичь своей независимости государственной. Но не сумели преподать неплохие уроки всем желающим, в том плане, что они неплохие вояки. Поэтому не так просто. Турки рады, что их успокоили, потому что иначе пришлось бы вести непростые боевые действия против курдов. Хотя у тех нет тяжелых видов вооружения, нет авиации и так далее. Но они достаточно активные, смелые. Не так просто. Но их успокоили в том плане, что договоримся, наверное, когда мы договоримся в будущем, турки вас сейчас не тронут. А вот сирийцы обещают и гарантируют, что будете жить в мире и согласны. И что-то вам в конце концов дадут, когда упорядочим будущий политический порядок в Сирии. Вот так это выглядит на данном этапе. Это России удалось. Вопрос, где Соединенные Штаты и почему-то так как-то рассматривать весь остальной мир. Соединенные Штаты достаточно давно пытаются из этого региона, а регион имеется в виду Сирию. Сейчас и в какой-то мере может быть еще сопредельное государство, не обязательно, например, Ирак, уйти. Почему уйти? Потому что у них свое видение своего присутствия в регионе. Я не хочу теперь обижать политику Трампа, но потому что она находится под прессом и критикой со всех сторон у себя дома и практически во всем мире. В Западном мире очень серьезно, потому что якобы кинул своих партнеров, которые оплатили кровью достижения Запада в борьбе против ИГИЛа, допустим, и так далее. И все его обещания ничего не стоят. И Соединенные Штаты выступают в роли какой-то мере предателя. И курды побежали за защитой к Путину. И поэтому это усиляет позицию России. Я не считаю, что Трамп и его команда этого не понимали. Это нереально предполагать. Есть там разные мнения, есть там разные лагеря. Напоминаю, что не так давно Болт, он, вероятнее всего, предводитель противоположного лагеря ушел в отставку. И тем самым показывает, что есть другое мнение. Но, вероятнее всего, это мнение пока победило. Мнение Трампа, что пока следует, наверное, оттуда... Болтон был сторонник того, чтобы в Сирии оставаться. В Сирии оставаться везде тоже в этом отношении. Трамп, вероятнее всего, предпочитает, до выборов как минимум, ввиду мнений электората, предпринять, скажем, вот именно эту политику, доказывая, показывая, что он не заинтересован в вмешательстве в других регионах мира. В посылке американских вооруженных сил. Все, что это крыто, и его электорат, тем вероятнее всего, доволен. Но основная часть общественности менее довольна, и вот такие голоса слышны. С другой стороны, Трамп остается в регионе. Он и в Ираке, он приводит, сколько там их там было, но не важно, в конце концов, вроде там пару тысяч человек из Сирии в Ирак. Он послал подкрепление в Саудовскую Аравию, его флоты бороздят из Средиземного моря в Пресидский залив, и присутствует в Турции же тоже. В Афганистане он грозит, он тоже присутствует, и весь регион полон американских баз. Так что то, что он в Сирии не заинтересован, быть вовлеченным в эти переделы, может быть, в какой-то мере, по своим соображениям, есть в этом какая-то логика. У россиян своя логика. Они теперь не решают именно эти две проблемы, не решают другие проблемы, своего присутствия, своего статуса, как влиятельной державы на глобальном и региональном уровне. Мы в этом отношении этого добились, но тут есть но. Получается так, что уходя, Трамп оставляет, кидает и Россию тоже. В смысле, Россия там присутствует по своим соображениям. Мы уже это обсуждали здесь, между прочим. Ее соображения не только региональные, ближневосточные соображения, а глобальные тоже. Это включает разные там совместные разделы, переделы других региональных вопросов. Например, европейских, восточноевропейских, украинских, санкций против России, которые пока не отменены. И надо чем-то в этом вопросе торговать, что-то там давать, покупать, продавать. И у них отнимают эту возможность Сирии. А то они там, Россия присутствует в Сирии 4 года, 4 года воюет. Надо объяснить своим согражданам, что мы, собственно говоря, здесь делаем. И что нам, как говорят, 2.10 с этого будет. Нет, ну, гражданам уже объяснили, что там скрепы. Окей. И все же, уходя теперь именно про этот шаг Трампа, оставляя россиян там одних, он говорит так, вы наведите здесь порядок, ругайтесь с ними, миритесь с ними, мирите их, платите за это, участвуйте в восстановлении Сирии. Мы здесь не участвуем. И, в какой-то мере, это интересный шаг, на который еще нужно будет отвечать в будущем. И, по-моему, россияне прекрасно осознают, о чем речь. Конечно, приятно, что вот они подняли свой рейтинг на более высокий уровень. И по этому ходу с Турцией в Сирии, и по некоторым другим. В последнее время президент Путин побывал в регионе, навестил и Саудовскую Аравию, и страны залива, и договаривается о разных других вопросах в Северной Африке. Так что весь регион полон российским присутствием. Ну, по этому вопросу есть, другие вопросы тоже, куда это будет развиваться, и что это дает кому, и так далее. Но в этом отношении, да. Есть, которые считают, что это экономический ход, это дает России возможность решать вопросы энергоносителей, стройка... Собственно, единолично делить пирог. Можно. Что там делить? Правда, еще иран там подбирается. Вот к этому я говорю. Все эти вопросы можно решить, но это не только вот такие позитивы. Есть там Иран, с которым еще не до конца разобрались. Иран тоже угрожает всем своим соседям, включая нас, конечно. Он еще недостаточно удовлетворен тем, что происходит в Сирии. Он тоже там много лет присутствует и борется за свой статус. И тут у него россияне отнимают этот статус. А его интересы с Турцией не сталкиваются там? Сталкиваются, именно это. Но получается пока, что турки, иранцы и россияне совместно решают сирийскую проблему и выстраивают это будущее. Но в этой тройке есть очень много разногласий. Я не знаю, чем это кончится. Я считаю, что они еще это тоже пока не знают. То есть лебедь, рак да щука. Но, как говорится, оставайтесь с нами, будет интересно. Ну а мы здесь, как говорится, ни при чем. Мы ни при чем в том плане, что у нас, конечно, нет интересов, хотя нам жалко курдов. Есть, которые считают, что американский ход он негативен по отношению к Израилю. Но у нас тут голоса, что надо курдам помочь, надо курдов поддержать, курды наши друзья. Но это будет главная боль следующего правительства у нас. А так, понятно, что ничего не понятно, потому что Иран продолжает свое присутствие в Сирии, наращивает те или иные возможности выстраивать свои инфраструктуры, производит разные виды вооружения, не только тот ядерный проект, но и разные точечные виды вооружения, которые мы уже наблюдали в Саудовской Аравии. И этим угрожают Израилю, пытаются именно это донести, довести до партнеров в регионе. Так что нам придется с этим тоже иметь дело, мы уже имеем это дело. Я не уверен, что в России все счастливы этим поворотом событий, включая иранский вопрос, и в последнее время, по-моему, есть определенное охлаждение или напряжение отношений и между Россией и Израилем тоже. На этом поприще. — Ну что ж, по поводу головной боли другого правительства мы с вами поговорим в следующем айтеме, в следующей программе. Спасибо. Основные результаты понятны. Как будут развиваться события, мы узнаем в ближайшие дни, насколько жизненно это соглашение. Но самое главное, насколько курды подчинятся, и насколько они примут это решение, которое для них, в общем-то, достаточно непростое. Спасибо большое, Цвимаген. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!